Приветствую вас, Кристина, видел я, что вы заходили на сайт, ну, вчера, я не знаю правда, вчера это было, вчера или это было уже сегодня, потому что отвечаю это я вам 30-го числа. Так получилось. Нового вопроса вы не задавали, соответственно информация о том, что брали платные консультации у коллег, я тоже не заметил, вот, поэтому подумал, что отвечу вам на ваш вопрос, который даже не совсем вопрос, стоит он вас из двух фраз. Мой свекор ненавидит меня, отношения с сыном как с чужим. Вот, Кристина, вы чего хотите? Вы задаете свой вопрос в раздел психологии. А, как бы, психологи, люди, которые анализируют проблемы, анализируют полученные информации от клиента и потом на основании этого уже вырабатывают рекомендации, стратегии, пути решения проблем. Вот. И вы поймите, что свекор, свекор может, ну, в основном свекров, да, ненавидит, но тут свекор, свекор может ненавидеть вас по очень многим разным причинам. Вот. Так же, как и отношения с сыном у вас могут быть как с чужим по очень многим причинам. Вот. И вы хотите, чтобы мы гадали? Вы хотите, чтобы мы угадывали правильно, ну, как бы, да, угадали. Вот. Угадал я, например, что у вас за проблемы или нет? Угадал, например, что свекор ненавидит вас, потому что, там, допустим, у него не лазится что-то со свекровью, или что он один, или, там, пытается подавить скрытую симпатию к вам, допустим. Это основная причина ненависти именно свекров к женам своих сыновей. Вот. Угадал я? Нет. Может быть, другая причина? Да, может быть, другая причина. Например, причина такая, что вы перенесли отношения с отцом на свекра, и, соответственно, тут возникли расхождение, отклонение, негатив, всё, конфликт. Вот. Может быть, такое быть, что со свекром возникли трудности из-за вашего мужа? Да, вполне. Вполне. Знаете, но всё это нужно разбирать. Мы, психологи, не знаем, что с вами происходит, но мы можем вам помочь в этом разобраться, если вы сами готовы это делать. Вот. Дальше. Что значит, что значит для вас? То, что он ненавидит. Ну, свек. Ну, ненавидит и ненавидит как бы. И что? Что дальше? Что дальше в этом для вас такого? Как вас это задевает? Как на вас это влияет? Вообще, вы, по идее, должны как бы жить именно с мужем, да? А, а не с, ну, не за свекром. Вот. То есть, личные границы должны быть, да? Вот. Как у вас, вот, обстоят дела с личными границами? То есть, как бы, вот, посмотрите на эту тему. Как, как, вот, вы умеете ли говорить, например, нет, нет. Да. Там. Там. Можете ли вы отделять, допустим, свою ответственность от ответственности другого человека? А что мешает это делать? Если мешает? Понимаете? То есть, это вот, 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 в этом вот направлении нужно двигаться. Вам. Для того, чтобы посмотреть, собственно, суть конфликта. Потому что свекра вы, скорее всего, не переделаете уже. А вам изменить свое отношение к нему и оценку восприятия ситуации гораздо легче будет. Ну, объективно легче. Дальше. По поводу сына. Опять же. Непонятно, сколько лет вам, да, сколько лет сыну. Как давно и из-за чего у вас такие отношения? Связан ли с этим как-то ваш муж или бывший муж или мужчина? Ну, скорее всего, муж. Ну, вот. Может быть, вообще все это из-за мужа произошло, ну, 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 жило происходить. Понимаете? Тут все нужно, тут все нужно, как бы, анализировать, опять-таки. Одновременно могу сказать, что в сыне нужно видеть личность. В сыне нужно видеть именно личность не вашего сына, да, а именно личность, как она и как она есть. То есть это вот очень необходимый, очень важный элемент, чтобы вы в своем сыне видели личность, то есть живого человека, который имеет право быть таким, как он есть. Вот. И чтобы вы принимали его таким, как он есть. Даже если вам это не нравится в чем-то, где-то как-то не нравится. И если вы не можете этого сделать, то это значит, что вы не принимаете себя. И, соответственно, в первую очередь здесь нужно разбираться именно с собой, да. То есть, что с вами со мной происходит, как я к себе отношусь, принимаю ли я себя, чувствую ли я себя, ну, и так далее, так далее. Понятно? Вот. Это вот, по факту, всякие рекомендации могут быть вам даны вот исходя из того минимума вообще информации, которые вы дали. Я так полагаю, что вы переносите на себя ненависть свекра и отчуждение сыном. То есть, ненависть свекра вы воспринимаете как что-то негативное для себя. Не отдаляя, не отстраняя, не отграничивая его ненависть, его отношения от себя. То есть, допустим, я ненавижу вас, это мое право, но это не значит, что вы принимаете мою ненависть на свой счет. Если я ненавижу вас, то я ненавижу кого-то в вас, как правило, кого-то, кто лишает меня спокойствия, удовольствия, чего-то вот такого. Чего-то такого в этом плане. Вот. Понимаете? Ну и, соответственно, с сыном. Так полагаю, что сын вам для чего-то нужен. То есть, вы через него реализуете какие-то свои потребности. Либо перестали реализовывать какие-то свои потребности, из-за чего так сильно переживаете из-за того, что стали чужими. Потому что, ну, бла, так, дети отдаляются, и это нормально. Кроме того, вы же стали чужими по какой-то причине. И не мешало бы эту причину разобрать. Может быть, вы увидите какие-то вещи, которые не видите сейчас. Можете сказать их своему сыну. И ситуация двинется с мертвой точки. То же самое может быть применимо и к свекру вашему. С ним тоже можно будет поговорить. Ну, как бы, вне зависимости от того, ненавидит он вас или нет. Вот. Кстати, ненависть и она же любовь, это два чувства. Это две стороны, как бы, детского такого состояния, которое можно охарактеризовать как обесценивание и идеализация. Вот. И разница между ними. Ну, весьма и весьма посредственно. Поэтому задумайтесь и об этом тоже. На этом всё Кристина. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. И успешного разрешения данной ситуации. Удачи. Добычи. Удачи. Продолжение следует...